В музее архитектуры в Стокгольме прошёл кулинарный конкурс. В этом году его тема весьма своеобразна – экологическая и экономическая устойчивость. По традиции на католическое Рождество пекут имбирные печенья. Здесь же – выпечка в виде домов всевозможных форм и размеров. На выбор жюри – более 60 выпеченных зданий. «Это хороший способ через игру заинтересовать детей архитектурой и её связью с экологией, а также с экономикой в этом мире». В категории «Архитекторы и пекари» победили студенты Стокгольмского королевского технологического института. Их изделие называется «Морковь для очистки грязных заводов». Жюри единодушно признало – эта работа, цитата, «драматична, своевольно и соблазнительно». Также прозвучало мнение, что это здание подойдёт для проведения ежегодной встречи ООН по вопросам климата. «Наша общая идея выпечки такого дома – как можно яснее, даже сыройнее показать то, как можно превратить грязные промышленные здания современности в чистую окружающую среду». Приз зрительских симпатий достался за ностальгию. «Один из замыслов в том, что, возможно, это эхо идиллического прошлого, другого времени, когда мы жили ближе к природе, а также что-то более дешёвое и экологичное». В основании размер дома должен быть не больше, чем 50 на 50 сантиметров. При выборе победителя также учитывается съедобность объекта. По словам организатора, особо новых идей в области экологии не наблюдалось. «Не думаю, что мы получили какие-либо действительно хорошие идеи на тему решения экологических проблем. Мы увидели довольно много различных видов уличных туалетов, ветряных мельниц и тому подобного». Вместо этого жюри сосредоточилось на творческом потенциале и воображении участников. Однако при виде выпеченной ракеты и бензозаправочной станции жюри всё же призналось, что было немного сконфужено. Желающим полакомиться всеми этими печенными творениями придётся подождать. Выставка продлится до 6 января.